Клеточная инженерия Пожалуйста, следующий слайд Начнем мы с самых азов Еще со времен ПИТа люди знали, что все вещество является дискретным То есть состоит из мельчайшего набора частиц Сейчас мы уже знаем, что все вещество состоит из молекул Молекулы, в свою очередь, состоят из атомов Атомы состоят из ядер и электронной оболочки А ядра, в свою очередь, состоят из протонов и нейтронов Мы не будем касаться сложных моментов, вроде античастиц Всяких бозонов, лифтонов и так далее И остановимся на уровне развития физики, которая была примерно 100 лет назад То есть это ядерная физика времен Резерфорда, Нильса, Бора и так далее То есть на то время у нас уже была таблица Менделеева То есть люди уже знали, что все атомы, вещества, они различаются по своим массам То есть по сути характеристика массы ядра Это количество протонов и нейтронов, которые в нем содержатся Следовательно, если все атомы состоят, все ядра атомов состоят из различного набора Одинаковых двух частиц, то есть протонов и нейтронов То, следовательно, должна существовать возможность превращения одних атомов в другие Посредством изменения количества протонов и нейтронов в их ядрах Люди уже давно пытались это сделать, в частности, алхимики пытались превратить свинет в золото Но у них, конечно, этого не получалось И такая возможность появилась именно с развитием ядерной физики С развитием ядерной физики Следующий слайд, пожалуйста Рассмотрим вначале самую распространенную реакцию ядерную Это реакцию ядерного распада То есть когда у нас есть крупное ядро То есть пускай это будет уран И оно распадается на два более легких осколка ядра Если одиночные распады не приводят к какому-либо сильному внешнему эффекту То когда распадается большое количество ядер одновременно То может возникнуть цепная ядерная реакция Что такое цепная ядерная реакция? Это ситуация, когда в один момент времени распадается какое-то количество атомов А в следующий момент времени распадается уже большее количество атомов Ядер, простите И следующий слайд, пожалуйста Чтобы понять вообще саму суть, откуда появляется энергия в ядерной реакции Нужно рассмотреть такой график Этот график представляет собой зависимость энергии связи ядра от массового числа То есть по сути она показывает, насколько сильно связаны протоны и нейтроны в ядре атома В зависимости от размера этого атома То есть мы видим такую характерную кривую, у которой есть максимум Вначале мы будем рассматривать правую часть этого графика То есть мы видим, что после железа, феррум, происходит плавное падение энергии связи В частности, реакцию распада, применение реакции распада для получения энергии И было первым историческим способом получения энергии от ядерной реакции Чтобы понять вообще откуда появляется эта энергия, рассмотрим простой пример Если у нас есть две частицы, две частицы, частица А и частица Б У них, соответственно, есть массы МА и МБ Если просто арифметически складывать эти массы То мы не получим ничего хорошего с точки зрения ядерной физики То есть если мы объединяем две частицы А и Б в одну частицу АБ То с точки зрения ядерной физики ее масса будет отличаться от массы исходных двух частиц То есть возникнет такая штука, как дефект масс Когда масса, например, исходного нераспавшегося ядра Отличается от суммы масс частиц, на которой она распалась И мы уже знаем то, что есть такая знаменитая формула Эйнштейна, как Е равно МС квадрат То есть в ситуации, когда у нас пропадает масса У нас появляется большое количество энергии И именно изменение массы при распаде Оно и позволяет нам получать большое количество энергии В частности, вернемся к урану Уран-235 является одним из самых популярных источников ядерной энергии Уран-235 обычно распадается на барий-139 и криптон-95 Уран на этом графике располагается очень справа А криптон и барий находятся выше То есть у них энергия связи в ядре выше, чем была у урана То есть если у урана каждый протон и нейтрон отдавал какую-то свою частичку массы На энергию связи, то есть по сути каждый нуклон, то есть протон или нейтрон Отдавал частичку своей массы на то, чтобы объединять ядро вместе То впоследствии уже в криптоне и в барии Каждый нуклон отдает больше своей массы на то, чтобы было целостным ядро То есть получается у нас пропадает какая-то часть массы И из-за этого у нас появляется большое количество энергии Следующий слайд, пожалуйста На этом слайде мы не очень четко видим таблицу Это энергетика распада одного ядра урана-235 В первой графе этой таблицы у нас указана кинетическая энергия осколков деления То есть по сути кинетическая энергия этих осколков Это то, из чего мы получаем энергию при ядерных реакциях распада Мы знаем то, что температура вещества — это мера средней кинетической энергии его молекул И, следовательно, если мы повышаем кинетическую энергию молекул То есть повышаем скорость, с которой молекулы движутся в веществе То мы повышаем ее температуру На кинетическую энергию осколков деления при распаде одного ядра урана Получается 162 мегаэлектрон-вольта энергии Мегаэлектрон-вольты — это мера энергии в ядерной физике То есть это аналог Джоуля Дальше в этой таблице мы видим То, что 10 мегаэлектрон-вольт уходит на энергию нейтронов То есть, чтобы вызвать ядерную реакцию, нам нужны нейтроны В частности, уран-235 распадается именно посредством того, что его бомбардируют нейтронами И то есть именно поэтому он распадается Следующие три графы — это энергия гамма-излучения и энергия бета-излучения То есть это как раз-таки то излучение, которое является пагубным для живых организмов И последняя графа — это энергия, уносимая нейтрино Она довольно большая, однако из-за того, что нейтрино очень слабо взаимодействует со средой Мы ее не очень учитываем Так, следующий слайд, пожалуйста Теперь возвращаемся опять к графику зависимости энергии связи от массового числа Если мы в реакциях деления рассматриваем правую часть То есть у нас распадается крупный элемент на два каких-то поменьше И часть массы каждого протона и нейтрона, она становится энергией То если мы рассмотрим левую часть этого графика Мы видим то, что тут значительно более крутой подъем То есть если мы объединим, например, два ядра диетерия Вот это изотоп водорода, у которого в ядре находится один протон и один нейтрон В одно ядро гелия То мы получим значительно больший прирост энергии связи Чем это было в случае распада урана 235-го И движение по такому графику слева направо называется термоядерным синтезом То есть, наверное, многие слышали, это очень перспективная разработка Но в отличие от реакции распада урана 235-го Чтобы осуществить реакцию термоядерного синтеза Нужна значительно большая энергия Следующий слайд, пожалуйста Чтобы понять, как работает реакция термоядерного синтеза Рассмотрим с вами график Этот график называется потенциалом взаимодействия двух частиц Его еще называют потенциалом юкабы И если в той точке, где у нас нарисован нолик, стоит одна частица А справа к нам движется к этой частице другая То вначале они претерпевают взаимное притяжение Вследствие силы так называемых вандервайса И в точке минимума энергии Если это было, например, два атома В точке минимума энергии эти два атома объединяются в молекулу То есть образуется стабильная структура Но чтобы произошел термоядерный синтез То есть, чтобы наши два ядра объединились в одно ядро Нужно преодолеть еще довольно большое расстояние Мы видим то, что электронные бочки атомов Очень сильно сопротивляются такому сближению ядер Чтобы понять, насколько далеко атомы в молекулах находятся друг от друга По сравнению с тем расстоянием, на которое они должны подойти Для термоядерного синтеза можно сделать такой пример Мы знаем то, что примерное расстояние между ядрами атомов в молекуле Это расстояние порядка одного ангстрюма То есть 10 минус 10 метра При этом размер ядра атома это 10 минус 15 метра То есть у нас получается разница между расстояниями На которые нужно подойти атомам для термоядерного синтеза И расстоянием, на котором атомы находятся в молекуле Это порядка пяти порядков То есть это то же самое, что пытаться провзаимодействовать Два футбольных мяча, когда один находится в Минске А другой находится в Вильнюсе И для такой реакции термоядерного синтеза Мы, получается, должны сблизить вот эти ядра настолько близко, чтобы они, грубо говоря, слиплись Но это довольно сложно Следующий слайд, пожалуйста Чтобы осуществить реакцию термоядерного синтеза Которая имеет значительно большую энергетику, чем реакция распада урана, например Мы можем воспользоваться разными способами Мы можем повышать давление, мы можем повышать температуру И можем увеличивать время удержания вещества в таком сильно сжатом и нагретом состоянии В частности, сейчас для инициации реакции термоядерного синтеза используются все эти способы одновременно Получается, мы затрачиваем очень большую энергию, чтобы начать реакцию термоядерного синтеза И когда она начинается, у нас появляются излишки энергии, которые мы можем снимать и использовать по своему усмотрению Следующий слайд Ну, хватит о такой жесткой ядерной физике Поговорим о прикладных моментах А именно, как работают атомные электростанции Все современные атомные электростанции являются атомными электростанциями на ядерном распаде То есть, пока что промышленных станций на термоядерном синтезе не бывает Сама станция состоит из нескольких принципиальных блоков Первое — это непосредственно реактор, где находится ядерное топливо От реактора идет контур с теплоносителем То есть, обычно это, например, вода с какими-то смесями, которая переносит тепло, которое выделяется в реакторе В следующий контур, тоже с водой Где уже во втором контуре нагревается снова вода и вращает паром турбину Следующий слайд Рассмотрим строение такого классического ядерного реактора Это рисунок вот этот вот Сам ядерный реактор состоит... Включает в себя ядерное топливо в первую очередь Это вот пятая графа, вот эти стержни Ядерное топливо представляет собой обычно таблетки из диоксида урана То есть, это такие таблетки черного цвета, которые размером как медицинская таблетка угля, например, похожие Они помещаются в такие твеллы, тепловыделяющие элементы Твелл представляет собой высокую, порядка 3-4 метров полую трубку, внутри которой напихиваются, как жвачка в упаковку, вот эти таблетки И, собственно, в них и происходит ядерная реакция распада Выделяется большое количество тепла И главная функция вот этих тепловыделяющих элементов в том, чтобы не деформироваться под высокими температурами И эффективно передавать тепловую энергию от деящихся ядер к теплоносителю Тепловыделяющие элементы, вот эти длинные трубки с урановыми таблетками Объединяются в тепловыделяющую сборку Она тут не очень хорошо видна Ну, в общем, это примерно 150-300 таких тепловыделяющих элементов, которые связаны в большую охапку И уже непосредственно в активную зону реактора помещается примерно 200-400 таких тепловыделяющих сборок Непосредственно в них и происходит реакция ядерного распада Чтобы реакция ядерного распада не стала неуправляемой, нам нужно как-то ее притормаживать То есть ее как-то контролировать, чтобы не произошло ядерного взрыва Для этого, в первую очередь, в ядерном реакторе присутствуют стационарные замедлители реакции То есть они называются непосредственно замедлителями Представляют из собой либо стержни, либо корпус из графита или различных других материалов, которые хорошо поглощают нейтроны Нейтроны запускают реакцию деления урана, поэтому если нейтронов будет меньше, то и, соответственно, распадов будет меньше Если вот эти стационарные замедлители реакции, они являются неподвижными То в активной зоне реактора еще присутствуют выдвигаемые стержни Я думаю, многие слышали про то, что вот в атомных электростанциях можно либо задвинуть стержни, либо их выдвинуть И они являются, по сути, тоже замедлителями реакции Они изготовлены, ну, грубо говоря, из графита, то есть из материала, который хорошо поглощает нейтроны И если мы все стержни опустим в активную зону реактора, то реакция распада, она будет значительно замедлена Если же мы все достанем стержни, то реакция пойдет лавинообразно и есть большая вероятность того, что реактор взорвется В частности, одной из причин аварии на Чернобыльской атомной электростанции было то, что на ней проводили эксперименты по выносливости реактора типа РБМК-1000 На Чернополе стоял реактор, назывался реактор большой мощности канальный на 1000 мегаватт И в ходе экспериментов вот на четвертом энергоблоке достали слишком много управляющих стержней И были еще некоторые конструктивные особенности этого реактора Из-за чего активная зона нагрелась настолько сильно, что она расплавилась То есть многие слышали, наверное, то, что если расплавляется активная зона реактора, то это полные кранты И, короче, как раз-таки такая ситуация происходит, если достать все управляющие стержни Дальше каждый реактор еще содержит теплоноситель То есть это либо вода, либо вода с какими-то добавками То есть это то вещество, которое переносит тепловую энергию, которая выделяется в тепловыделяющих элементах Переносит ее дальше по системе И, соответственно, каждый реактор окружен теплоизоляцией И окружен изоляцией от ионизирующих излучений Следующий слайд, пожалуйста Как я уже говорил, в атомной электростанции существует несколько контуров охлаждения Непосредственно тот контур, который включает в себя активную зону, то есть реактор По нему движется теплоноситель, который является очень радиоактивным То есть нельзя эту воду потом нигде использовать Ее нельзя, конечно, сливать в окружающую среду Поэтому используются закрытые контуры охлаждения Которые предусматривают передачу теплоты сначала от первого контура ко второму И второй контур тоже является закрытым И уже только третий контур, он направляется либо в градирню, либо в водохранилище Немного расскажу про плюсы и минусы атомной энергетики То есть главным плюсом атомной электростанции является почти полная независимость ее от сырья То есть в атомную электростанцию мы загружаем 40 тонн урана И он работает порядка полутора-двух лет То есть потом мы меняем его и снова полтора-два года станция работает То есть нам нет необходимости заморачиваться по поводу доставок топлива и так далее Для примера классические теплоэлектростанции, в частности вот под Минском много теплоэлектростанций Им каждый день для работы нужно поставлять порядка двух составов с углем То есть каждый день два состава, то есть колоссальное количество угля И знаете, несмотря на общую общественную тревожность Атомные электростанции являются самым экологичным видом добычи большого количества электроэнергии И я сейчас объясню, почему это происходит Мы будем сравнивать атомные электростанции с обычными теплоэлектростанциями То есть мы знаем то, что теплоэлектростанции работают на угле или мазуте И они выделяют в атмосферу огромное количество вредных веществ В частности, угольные электростанции каждый год выделяют в атмосферу Порядка 165 тысяч тонн отходов на каждую тысячу мегаватт выработанной энергии И при этом еще тепловые электростанции потребляют порядка 8 миллионов тонн кислорода Для окисления своего топлива, то есть необходим кислород для горения угля И они потребляют очень большое его количество из атмосферы И если в атомных электростанциях очень хорошо следят за различными загрязнениями И предотвращают все возможные утечки в окружающую среду То в теплоэлектростанциях после сгорания все эти вредные вещества попадают непосредственно в атмосферу И еще хочу сказать про радиоактивные загрязнения То есть на самом деле многие думают, что атомные электростанции они очень радиоактивные для окружающей среды На самом деле теплоэлектростанции на несколько порядков большее количество радиоактивных отходов выпускают в окружающую среду Известно, что в угле содержится некоторое количество природных изотопов радиоактивных То есть мы знаем, что в земной коре есть некоторые залежи радиоактивных веществ И в угле в частности тоже такие присутствуют И при сгорании этого угля почти все эти радиоактивные элементы попадают непосредственно в атмосферу То есть их никак не убирают из выбросов И получается то, что радиационное загрязнение от теплоэлектростанции на несколько раз превышает радиационное загрязнение от атомной электростанции Что, конечно, не очевидно для людей Ну, конечно, главный недостаток атомной электростанции — это очень тяжелые последствия аварии То есть если происходит авария на атомной электростанции, то это сравнимо с очень грязной атомной бомбой Очень большое кодинных веществ раскидывает вокруг себя И существуют две самые крупные аварии в истории человечества атомные Это, во-первых, Чернобыльская, во-вторых, это Фукусинская, которая была всего пять лет назад И они принципиально отличаются по причинам возникновения То есть если Чернобыльская атомная электростанция, она взорвалась из-за действий ученых То есть которые ставили необоснованные эксперименты по выносливости реактора То в Фукусинской электростанции причина была природная То есть Фукусинская электростанция, она взорвалась из-за того, что было очень сильное цунами Было землетрясение и отключились системы охлаждения реактора То есть, естественно, если реактор никак не охлаждать, то его температура повышается настолько сильно Что ядро расплавляется и происходит, в принципе, ядерный взрыв Следующий слайд, пожалуйста Теперь поговорим немного о перспективах Поговорим о термоядерном синтезе Термоядерный синтез, как я уже рассказывал в начале своей лекции Он значительно более энергетичен, чем ядерный распад Но, чтобы его осуществить, нам нужно очень много энергии затратить изначально Поэтому именно и ядерные станции, и ядерное оружие на распаде было придумано значительно раньше Потому что, если мы хотим произвести реакцию распада, нам, по сути, нужны только радиоактивные ядра Например, уран-235 или плутоний-239 И чтобы начать ядерную реакцию, нам просто нужно облучить их нейтронами Это очень просто, и потом они сами уже распадаются То с термоядерным синтезом, чтобы он пошел, нам нужно очень много энергии постоянно вливать в реактор И как вообще работают современные установки термоядерного синтеза Они представляют собой... Они имеют форму Тора То есть такого вот публика полого внутри Внутри находится плазма, которая состоит из ядер Дейтерия и ядер Трития Дейтерия и Трития — это изотопы водорода, которые содержат, соответственно, в ядре один протон и один и два нейтрона, соответственно Весь Токамак, вот эта система называется Токамак Она окружена магнитами, которые часто используются в виде... Которые сделаны из сверхпроводников, чтобы было очень большое магнитное поле Основная проблема в термоядерном синтезе — это удержание плазмы внутри То есть плазма, она очень сильно нагревается Нагревается до температур порядка 150 миллионов кельвин Это температура, которая в 10 раз превышает температуру в ядре Солнца И чтобы удержать такую горячую плазму, нужна очень большая энергия И современные установки, они еще не достигли того уровня, чтобы осуществлять термоядерной синтез продолжительное время Вот последняя разработка — это термоядерный реактор в Германии в институте Макса Планка Вот буквально в феврале Ангела Меркель нажала на кнопочку и включила так называемый стеллатор Вендельштейн-7 И в нем плазма была удержана одну секунду И несмотря на то, что нам кажется, что это очень малое время На самом деле для термоядерного синтеза это очень большое время И когда мы наконец научимся поддерживать плазму настолько горячей и очень долгое время Мы наконец можем получать излишки энергии То есть пока что КБД таких установок такое, что мы тратим больше энергии, чем получаем потом от них Но когда мы дойдем в технологическом плане до более прогрессивных установок, это будет очень клево Следующий слайд, пожалуйста Плюсы термоядерного синтеза, в принципе, они очевидны Во-первых, это топливо Топливом для установок термоядерного синтеза является, по сути, водород То есть диетерий и тритий — это изотопы водорода, которые получить очень легко Также преимуществом термоядерного синтеза является то, что минимизирована вероятность аварий То есть если мы отключим, например, магниты, которые удерживают плазму То плазма просто упадет на стенки этого публика и реакция заглохнет То есть не будет происходить лавинообразного деления То есть если в ядерных реакциях нам приходится постоянно удерживать реакцию То есть ее нужно притормаживать, чтобы она не вышла из-под контроля То в реакциях термоядерного синтеза мы, наоборот, постоянно ее подталкиваем, чтобы она проходила Также в термоядерном синтезе большие плюсы в том, что нет продуктов сгорания и высокорадиоактивных веществ В реакции диетерий плюс тритий получается гель Но пока что, так как мы используем не два ядра диетерия, а диетерий и тритий У нас еще присутствуют нейтронные излучения Оно довольно вредное, но его погасить значительно легче, чем гамма-излучение Следующий слайд Поговорим немножко о воздействии ионизирующих излучений на живые клетки Известно, что ядерный распад, будем рассматривать, например, ядерного распада Он является источником большого количества разных типов ионизирующих излучений В первую очередь это частицы, то есть это альфа-излучение То есть это ядра гелия То есть это частицы, которые включают в себя два протона и два нейтрона Также это просто нейтронные излучения Потом это излучение электронов То есть быстрые электроны это бета-излучение И самое проникающее излучение это гамма-излучение Чтобы остановить альфа-излучение, мы можем использовать просто листок бумаги То есть листок бумаги, он очень хорошо останавливает тяжелые ядра альфа-излучения Чтобы остановить бета-излучение быстрые электроны, нам необходимо использовать стенку из бетона толщиной сантиметров 5 Чтобы остановить гамма-излучение, нам нужно несколько метров свинца Так как человечество никогда в своей истории не подвергалось воздействиям высоких доз ионизирующих излучений То у человека в ходе эволюции не развилось никаких рецепторных структур И соответственно никаких защитных структур для защиты от ионизирующих излучений То есть мы не можем почувствовать, например, высокий уровень радиации И мы не можем почувствовать то, что мы получаем детальную дозу радиации, например Следующий слайд Поговорим о повреждающих действиях ионизирующего излучения Наибольший повреждающий эффект от ионизирующих излучений наблюдается вследствие поглощения альфа-частиц По сути повреждение оно пропорционально тому, насколько быстро поглощается излучение веществом нашего тела То есть чем меньше пробег частиц в нашем теле до того, как они с чем-то провзаимодействуют Тем выше повреждение, тем больше ионизация нашего вещества ионизирующим излучением